Ну и теперь о вопросах градостроительных. Настоящим яблоком раздора, похоже, становится так называемый план зонирования города. Некоторые общественники уже прозвали его документом, который может перечеркнуть принятый генеральный план развития Одессы. Якобы он позволит застроить территории, на которых, согласно действующему генплану, строить запрещено. Впрочем, не все так однозначно. В мэрии же утверждают, что зонинг лишь дополнит генеральный план и расшифрует его некоторые спорные моменты. В программе «Итоги недели» мы решили прояснить ситуацию с возможным принятием плана зонирования территории Одессы в нашей студии общественники, журналист Сергей Дебров. Сергей, приветствую. Вот давайте поймем, что такое генплан и что такое зонинг. Генплан был принят около полутора лет назад с широким обсуждением общественности, с длительной предысторией, которая тянула со времен Эдуарда Гурлица. В общем, он был принят. Все, наконец, точку вопроса градостроительства вроде как поставили. Появился зонинг. Что это такое? Ну, если говорить в аллегориях, то генплан это как конституция. И в законе сказано, что его можно менять не чаще, чем в пять лет. Это документ, который увязан с планами экономического развития, с прогнозами, сколько будет жителей, сколько будет автомобилей, сколько будет промышленности. То есть это документ, который увязывает все эти экономические, социальные, градостроительные вопросы в единое целое. А зонинг это как закон, как кодекс, допустим, гражданский кодекс, который регулирует уже повседневные наши бытовые, так сказать, нужды. Например, инвестор хочет купить здесь земельный участок и построить здесь, не знаю, завод, жилой комплекс. Он должен иметь возможность быстро, дистанционно, по интернету узнать, могу ли я здесь построить дом 24 этажа, или только 10, или только 3. Вроде в генплане этого проекта не было, но вот пришел внезапно инвестор, ему понравилась эта территория, и зонинг даст ему ответ на вопрос, можно или нельзя. В генплане конкретных ограничений по высоте застройки, например, для различных участков города нет. Зонинг как раз вот для этого сделан. Да, во исполнении решения генплана, говорит, здесь у нас жилая зона, и в этой зоне можно строить до 5 этажей, и нужно проверить, чтобы там не было, допустим, памятников архитектуры. А вот здесь, на окраине города, можно строить хоть 50 этажей. И самое главное, что после принятия зонинга, согласование такого строительства будет уже происходить фактически на автоматическом режиме. То есть, каких-то дополнительных условий сверх тех, которые описаны в зонинге, никто выставлять уже по закону не имеет права. То есть, если мы проводим параллель с Конституцией и Кодексом, то в Конституцию внести изменения гораздо сложнее практически невозможно. Знаем мы, как это происходит у нас в Киеве, в Верховной Раде. Кодексы же меняют едва ли не каждый день. То же самое будет и зонингом? Именно такая логика и здесь. То есть, зонинг в западных крупных городах, это вообще динамическая схема. Это некий электронный план города, в котором постоянно отображаются какие-то изменения. Тут появилась новая линия, допустим, метро. Значит, здесь предпочтительно, чтобы была построена, допустим, общественная зона. И буквально чуть ли не каждый день это меняется, но в каждый момент можно увидеть, что сейчас на данном участке там происходят, такие ограничения есть. Это нормальный процесс. Это меняется в рамках генплана или все-таки вот то, чего опасаются от общественники, что это будет противоречить генплану? Противоречить генплану зонинг не должен. Но в чем цель и зонинга, и генплана? Исключить ручное управление. То есть, чтобы было одинаковое для всех общие правила. Здесь можно строить высотку, а здесь нельзя. Здесь можно строить заправку, а здесь нельзя. Что получается у нас? У нас получается, что для каждой зоны есть основные способы применения. Например, гражданская зона. Там можно построить офисный центр, можно построить жилой дом, можно построить спортзал, допустим. Это, условно говоря, центр города. И сказано, есть дополнительные. Например, можно построить заправку, можно построить ресторан. Но для этого нужно получить особое разрешение. Особое разрешение кто выдает? Управление архитектурой города. То есть, в управлении архитектурой будет кардгландж? По сути, да. И так как составлены эти дополнительные виды использования, дает возможность дать разрешение фактически на что угодно. Даже на то, что противоречит геймплану, закону, здравому смыслу. В зоне геймпландж можно будет строить магазины, рестораны, бары, кафе в прибрежной зоне. И строить, не устанавливать будку с шаурмой, условно говоря, а строить капитальные сооружения. И это значит, что мэрия попадает в ловушку. Сейчас юристы в мэрии доказали, что нельзя строить на пляже рестораны. А тут мэрия принимает решение, что можно, да, по особому разрешению, но можно. И значит, что мы оставляем себе ручное управление. Хочешь построить гостиницу, договорись в управлении архитектурой и строй. По зеленым зонам. У нас есть зона, если не ошибаюсь, зона Р3, реквизиционная зона третьего типа. Это все городские парки, скверы, это все склоны, которые не являются памятниками садово-паркового искусства, например. Соборная площадь. Все прибрежные территории. Парки Преображенский. Вдруг, неожиданно, после слушаний, после обсуждения, после приема предложений, появляется, что там можно строить, среди прочего, гостиницы. То есть, вроде как Гельплан, опять же, обозначил это как парковую зону свободного здравоохранения. Общего пользования, да. А зону почему-то размещают там гостиницу. Да, по особому разрешению можно ставить гостиницу. К чему это может привести? Мы знаем, что наш будущий, нынешний парк юбилейный, наши прибрежные склоны во многом распродан. И если там на месте склонов обозначить границами, заборами, поставить те участки, которые проданы, то будет скандал очень большой, потому что выяснится, что там вообще уже территории не осталось. От застройки, то и для возможности превращения это все-таки в парк, удерживает только ограничения по строительству. Ты купил кусок зоны общего пользования, пожалуйста, используй ее как зону общего пользования. Поставь там аттракционы, спортплощадку. Это не противоречит. Но появляется документ, в котором сказано, хочешь гостиницу? А что за документ? Зонинг. 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 И к чему это приведет? Мы же прекрасно знаем, что только дай разрешение строить. Потом появляется реконструкция спасательной станции с 16-этажным жилым домом рядом с ним. Мы это видели. Дай разрешение строить гостиницу. Она проявляется в гостинице с апартаментами. Потом эти апартаменты продаются в аренду на 50 лет и рекламируется жилой комплекс прямо в парке. Это значит, что в любой зеленой зоне можно выстроить по факту все, что угодно. Но тем не менее, есть какие-то, может быть, и достоинства у зонинга. Он необходим, это главное достоинство. Без него, я так понимаю, ни один цивилизованный город не существует. По украинскому закону выделить землю для градостроительных нужд, то есть для постройки чего-то, можно только при наличии либо зонинга, либо детального плана территории. У нас принято... То есть у нас, прошу прощения, у нас исчезает такое понятие, как незаконный нахалстрой, да? С принятием зонинга. Все будет в рамках зонинга. Не совсем, не совсем. И без проекта или на чужой земле все равно строить будет нельзя. Но вот, например, что это даст возможность. У меня есть знакомый, он госслужащий, он ветеран АТО. Он прошел все этапы для того, чтобы получить свои законные 10 соток для строительства. На окраине города, в заброшенном месте, заваленном мусором участок. Он получил, оформил документы, осталось мелочи получить право собственности на эту землю. А ему говорят, вы знаете, по закону, если вы там хотите строить дом, необходимо, чтобы там был либо зонинг, либо детальный план территории. Это ДПТ для этого, для микрорайона разработать. Это астрономические суммы. И отсутствие зонинга города мешает, просто не дает возможности человеку получить земельный участок. Были случаи, когда, чтобы поместить автомойку посреди, по сути, площади, которая окружена транспортом, которая никому не помешает, чтобы автомойку поставить, должен был инвестор делать детальный план территории для огромного района. С принятием зонинга получится, появится реальная возможность управлять земельными участками, минуя общественное слушание, минуя трудоемкий этап проектирования именно этой территории. Это плюс. Спасибо, Сергей, за компетентное разъяснение этого вопроса. Рад помочь. Спасибо, что пришли. Спасибо.